Продолжение следует... Мой дорогой друг Виктор Платонович Некрасов, он озаглавил одну свою книгу, то есть «Мысли беспорядка», за что я извиняюсь. К тому же самое главное – это, конечно, в любой речи, как говорят в риторике, «каптаться об иневоленции», то есть «зачинь, чем начать», тем более, когда тема обширная, необъятная. У меня возникли два «зачина», так что будет первый, будет второй. Первый – это, сравнительно недавно, за последние годы были два фильма, которые можно сравнивать на христианскую тему. Это остров Павла Лунгина, где показывается как бы рождение святого художественными приемами, как рождается святой, как делается чудо на далеком северном русском острове. Как мы знаем, фильм был одобрен русской православной церковью, и Лунгилм был принят патриархом. В нем прекрасно играет актер и певец Намонов. Большой грешник превращается в старца, в своего рода старца-юродивого. Первый фильм – это фильм «Притча». А второй фильм – это французский фильм. Автор – это Кзави Бовуа, и это называется «Des dieux et des hommes», то есть о богах и о людях. Первый фильм – это «Притча». Второй фильм инспирирован все-таки настоящим событием. Это резней монахов в Алжире, в монастыре Тибирин, во время гражданской страшной алжирской гражданской войны. Там жило до десять монахов. Совершенно ясно было, в Кабилии, совершенно ясно было, что их положение становится с каждым днем опаснее, потому что резня идет вокруг, во всех семьях, и потому что этот островок тисерцянских монахов в исламской стране, которая отдается гражданской войне, невозможен. Фильм сделан, значит, по следам вот этого драматического события. Конечно, монахи знали, что так и кончится, то есть что их расстреляют или зарежут. Они много раз обсуждали, остаться ли нам или нет. Их начальник, их ордена оставил им свободу, хотя советовал им возвращаться во Францию. В 1996 году они были зарезаны. Остается проблемой, кто их зарезал. В принципе, это террористы, то есть исламистские экстремисты, против которых боролось правительство альжирское. Отметим, между прочим, что на единственных свободных выборах, что были в Альжире, исламисты победили. Что Бум-Эден тогда отменил результат этих выборов, и что демократические наши страны никакого протеста особенного не поднимали, потому что результат этих свободных выборов был, так сказать, плохой. Возможно, что это была провокация вот этих государственных милитаризм, анализированных кругов против исламистов. Мы не знаем. И фильм не об этом. Фильм о том, как девять монахов переживают эти ожидания. В конце концов, это ожидания. Но они знают заранее результат. Результат – это будет их гибель. Но они живут в настоящем. Они продолжают вылечивать, давать советы, помогать бедным кобильцам, которые их окружают, которые им доверяют. Отличные там актеры, которые, между прочим, проводили стажировку в монастыре недалеко от того места, в Савуе, где я живу. Это сердцянцы строгого наблюдения, как говорят. И они там жили, участвовали в жизни, слушали пение, пели, с тем, чтобы они могли играть эту роль. И они играют замечательно. Кзавьебу Вуа не показывает нам конец. То есть, как их расстреляют или зарезали. Он нам показывает, как они окружены. Реакция каждого. Один из них, например, очень боится, скрывается и останется жив. Остальные молчаливо идут вверх со своими похитителями в горы, и туман застрелается. И вот этот туман тоже символический. Мы не увидим сцену гибели, и мы, в конце концов, не очень понимаем, так сказать, цель всего этого. Фильм имел огромный успех. И, насколько я знаю, фильм «Остров» тоже имел огромный успех. И стоит, так сказать, обратить внимание на этот успех. Как бы проблематика святости, которая столь далекая от наших обществ, от наших экранов телевизионных, нужна все-таки была, может быть, как якорь спасения. Но в каждом случае, в том и в другом фильме, можно сказать, что подвиг как будто оторван от мирской ежедневной жизни. И в этом смысле заглавие Лунгина очень удачно выбрано. Это остров. Это остров чего-то, что, может быть, нам нужно, мы не понимаем. Святость, чудеса, спасается грешник. А в Тибирине – это тоже остров. Остров, который идет на дно океана. Второй изочин. Я недавно читал, и как я регулярно читаю, стихи поэтессы Веры Павловой, и вот в сборнике «Секрет зеркал». Я думала, держу карандаш, а это поминальная свеча. Я думала, пою очи наш, а это буги-вуги, ча-ча-ча, подковывая рифмами блох, до вечера, слоняясь в неглиже, я думала, любовь – это Бог. А это был инстинкт размножения. И вот эти стихи, так сказать, зацепились за меня, потому что я думал, вот ты обсуждаешь, что такое христианские стихи, а это религиозные стихи или нет? Это стихи, которые, конечно, не могли быть написаны вне христианского ареала. Они все проникнуты символикой христианской, во-первых, свеча. Очи наши, Бог, любовь. Там есть тоже виртуозные такие маленькие цитаты лисков, как тульский левша подковывает английскую блоху, и тут это рифмы неглиже, размножей. Все это не особенно христианская тематика. Но, в общем-то, без христианства не было бы этих стихов, как и не было бы почти всего нашего искусства, музыка, живописи, фильмы и, прежде всего, стихи. И без христианства не было бы даже и науки, и просветительства без одного вида или аспекта христианства. Ибо есть другой аспект – отказ от света и отказ от науки. Но я на стороне покойного кардинала Люстижей, который в книге «Диалоги» с двумя журналистами излагает свой тезис, что просветительство – это дитя христианства, а не враг христианству. Византийский спор между иконопочитателями и иконоборцами – это центральный узел, может быть, наших культур. Победи иконоборство, и христианство стало другим бы. Наверное, трудно сказать, но нечто близко к исламу. Изображение реальности, изображение Бога, ибо христиане изображают Бога, можно сказать, метафорический, антропоморфический, но спас вседержитель. И прежде всего изображение Христа, то есть лик Христа, то есть человека Бога, но человека. Это фундамент христианского видения мира. Свеча горит на столе, как говорит Пастернак. Свеча горит всегда где-то на столе поэта, как и в церкви. И нечто священное происходит, когда горит эта свеча, и поэт близится как-то к Богу. Я очень люблю одну сцену в повести Марка Хритонова, моего дорогого друга Марка Хритонова. Это день в феврале, я не расскажу весь этот рассказ. Ну, в общем, Гоголь вспоминает, узнав о гибели Пушкина, одну сцену, последнюю встречу. А последняя встреча – это о Боге. «Вы веруете?» Спрашивает Пушкина Гоголь. А Гоголь считает, что он верует. А Пушкин не так считает, он не знает. Может быть, он верует. И тогда Гоголь ему говорит, «Вы завидуете ему с большой буквы». И тут Пушкин говорит «да». И в этом смысле знает, что он верует. Можно сказать, что любое искусство тянется к божественному. И даже некоторые виды отвратительного нашего современного искусства все-таки тянутся как-то к Богу через святотатство, через плевок. И я хочу показать, если можно, вот образ Давида Нереда. Потому что я увидел этот образ на выставке о меланхолии, большой, замечательной событий на выставке французского искусствоведа Жан Клех, где он собрал огромный материал о меланхолии. «Что такое меланхолия?» И там были фотографии этого Давида Нереда, он испанец. Он голодом довел себя до вида, как вы видите, скелета или умирающего зэка. А потом он фотографирует себя в нагом виде. Тут он не в нагом виде, это лик, лицо. И выставляет эти произведения под разными заглавами «Зеркало», «Пепел» и «Альфа», «Сожженные на моем льбе». Так называется вот этот образ. Это крайнее выражение, как будто отказа от самого себя, от плоти, от воплощения. Но когда я смотрел на этот образ, я думаю, это он бы не написал без всех этих бесчисленных количеств страдающих Христов, которые мы знаем в истории искусства. Он не то что подражает, он под сильнейшим влиянием страдающего Христа. И хотя Жан Клейх его толкает в сторону черной меланхолии, которая доводит до самоубийства, я считаю, что Жан Клейх мог бы добавить один, так сказать, координат вот такого образа. Это подражание Христу в нетрадиционном виде. Может быть, на Западе, на нашем Западе, включая Россию, значит, в Европе, в европейской культуре нет ни христианского искусства. Искусство наше старается быть теперь антихристианским. Но вот мне кажется, что не редо это не удается. Хотя, конечно, отец Георгий намекал на это. Мы живем более и более в виртуальном виде. И этот виртуальный мир все-таки дехристианизирует все больше и больше именно потому, что он виртуальный. А христианство – это воплощение. Это воплощение даже муки, даже черной меланхолии, как у Нереда. Но это воплощение. Есть, конечно, две опасности, когда мы рассуждаем о христианском искусстве. Ну, так же, как и есть, например, две опасности, когда еврей рассуждает о еврейской культуре. Все становится еврейским искусством. Почти все евреи, и это верно. Христианское искусство, мы можем его видеть повсюду. И антихристианскому автору мы скажем, но ты христианин, ты об этом не знаешь, ты действуешь апофатически. А он спросил, а что это значит? Ну, объяснишь ему. Я студентом, например, когда был студентом, увлекался, но и Никита Алексеевич Истров тоже увлекался, я знаю. Франсуа Морьяк, католический писатель, который написал о своей католической среде такие страшные, темные романы. Вот один из них это клубок змей. Вот клубок змей это очень хорошо выдает весь мир Франсуа Морьяк, который потом, между прочим, много помогал советским христианам, помогал Никите Истрове и подписывал все письма, протесты, которые Никита Алексеевич к нему подлагал. В чем дело вот этот мир страшной ненависти, зависти, ревности, вот этот мир клубка змей, когда этот отец семьи, католик ненавидит всех, заставляет всех себя ненавидеть и придумывает самые изощренные возможности отомстить, дать всем остальным и прежде всего своей жене и детям почувствовать, что он их держит в своем кулаке, даже в своем завещании, в первом, во втором, в третьем, четвертом завещании. моряк выражался, потому что его спросили несколько раз, сколько, ну, в чем здесь вера, где ваша вера, моряк был больной голос, его ответы были как бы всегда на краю агонии, и он отвечал, это агония, это агония нашего мира, и где-то, конечно, это была тоже агония Христа. Во время Великой чумы в конце Средних веков появились изображения распятого в виде прокаженного, и такое изображение самое потрясающее, это в городе Бар-Ледик, в Лотаринге, где почти 90% населения погибло от чумы, и там смотришь на распятого в глубине, в отьме этого огромного кафедрального собора, где на другой стороне есть скелет, знаменитый Экорше, скелет одного местного барона, который попросил себя изобразить на гробнице в виде скелета, и ты чувствуешь триумф смерти и в виде этого Христа, и в виде этого барона. христианство позволяло изобразить мир, что не позволяют все религии, что как будто не позволяет ислама, хотя есть исключения. Разные виды христианства более-менее пользуются этой свободой изображения. Православие, скажем, чуть меньше, чем католицизм. На живописи Сиена или Сиена или во Форенции мы видим, как рождается пейзаж, как появляются города, села, горы, поля, ремесла, и не только цветы и метафоры. все виды жизни появились, и поэтому в конце доктора Живаго Пастернак пишет, что христианство это больше Рождество, чем Пасха, что в принципе звучит более, скажем, католический, чем православный. Почему? Именно потому, что это рождение реальности, рождение настоящего мира, и он приводит ван-эка фламанса. И это рассуждают друзья покойного врача-поэта Юрия Андреевича. теперь после вот этого, может быть, мы посмотрим на сидящего Христа, вот это из Пермского музея, где есть очень много, как вы видите, статуи, трехмерных изображений Христа, и вот это агония Христа, Терновый венец, но и самый вид, и там есть несколько дюжин вот этих Христов, очень возобновил, вот как изображают Христа, вы знаете, ваш мир окружен иконами, вы знаете, как изображен вседержитель, и вот Рембрандт очень увлекался проблемой изображением Христа, и он, по-моему, самый глубокий мыслитель о том, как можно изобразить Христа, это тушу, это из Амстердамского музея, и вот эти рисунки туши Рембрандта, они абсолютно потрясающие, более чем его картина, мы посмотрим Рембрандта, вот самый потрясающий, это Эмаус, вот, и изображение Христа, как вы видите, он много раз изображал Христа в Эмаусе, есть большая картина, которая, по-моему, там тоже есть, но вот самый потрясающий, вот, это маслом картина, а вот предыдущая тушу, вот это, что мы скажем, апофетическое изображение Христа, его нет, его нет, но он и есть, ну и мы посмотрим все образы Рембрандта еще, наверное, вот, вот, теперь известно, что как Рембрандт искал возможность изобразить Христа, он очень дружился еврейской колонии, да, в Амстердаме, и он нашел несколько живых моделей для своего Христа, специалисты спорят об этом молодом евреи, который он выбрал, но во всяком случае, одно время он был почти на краю банкрота, готовился суд над ним, тогда сделали каталог всех его вещей, то есть, это судебные приставы сделали, и вот эти Христы называются Христы по натуре в этой списке, что довольно странно, Христы по натуре, между прочим, отец Бориса Пастернака, Леонид Пастернак, он написал книгу о Рембранте, и он отметил, как Рембрант внимательно изучал всю колонию евреев из Испании и из Германии, потому что в этом городе можно было изучать типы из Германии и типы из, это был пункт встречи этих двух течений еврейской эмиграции, и они все осели вот в Амстердаме, в этом колоритной части, восточной части Амстердама он искал себе современников Христа попросту. Возьмем Микеланджело, вот, все знают, весь мир знает, вот Сикстинская капелла, это христианское искусство или нет? Смотришь на этих сивил, на этих пророков, на этих обнаженных мускулистых атлетов и красивых матрон и сомневаешься, как мы знаем, папа Адриан хотел стереть все это, он не успел, он умер, значит, мы сохранили эти изображения, мой друг Патрик Долюбье, который вы знаете, часть из вас, говорит, что он не хочет смотреть и закрывать глаза, когда он в Сикстинской капелле, но как изображать вот тут все-таки потрясающий вот этот пункт соприкосновения между божественным и человеческим, они между Божьим не совсем соприкасаются, есть еще 20 сантиметра между пальцами Адама и пальцами Бога, и это все-таки гениальная выдумка, чтобы показать и близость, и дистанция между божественным и человеческим. Сейчас мы перейдем через несколько, через 200 лет к Жоржуу, и вы знаете, Руу живет во время, когда уже как будто затертый взгляд Европы на фигуру Христа, когда уже то, что по-французски говорят сансюльпизма, то есть китч христианский наводнил все, и это довольно отвратительное искусство, это и в иконах православных есть, есть иконы, на которые трудно смотреть и сказать, почитать надо эту икону, почему надо почитать, во всяком случае какая-то доля красоты должна быть в этом изображении, и вот в христианстве 19 века эта доля во многом исчезла, и ООО, который верующий человек, он ищет, как возобновить наш взгляд, он ищет в фигуре клоуна, вот видите, меланхолический клоун, очень близок к распятому, к меланхолическому Христу, который изображается иногда в трехмерном, это троица клоунов, но можно на нее смотреть, как на троицу, в конце концов это нам дозволено, я думаю, потому что все троицы Фило, Ксении, Абраама, в конце концов это метафора, и вот метафора вот этих трои клоунов, которые изображают собой не что целое, вот секрет этой картины в том, что не что объединяет эти трех фигур, но посмотрим остальные, вот как и Рембрандт, столько же было у Рембрандтов, ликов, лиц Христа, столько есть у Руо, это один, дальше, вот это, скажем, Христос в темнице, дальше, вот это Ле Кристо де Банлию, Христос пригородных мест, то есть это упрощено до экстремальности, но белая фигура Христа среди этих огромных труб и в пейзаже, которые похожи на свалку, то есть это современный Христос, он все-таки есть, несмотря на всю вашу и нашу индустриализацию и загрязнение нашего мира, ну еще посмотрим, вот я забыл заглавие, которое он дает, но это тоже из серии Христа, появление Христа на улицах пригородных мест, дальше, предместье, опять Христос в белом халате, он окружен учениками, еще Руо, да, это Христос перед Пилатом, в русской живописи знают всю эту серию Николая Ге, Христос перед Пилатом, но мы видим вот грубые фигуры, которые должны вновь изображать эту сцену, скажем, Пилата, или который Достоевский хотел воскресить в легенде великого инквизитора, который и Булгаков, Мастери и Маргарити, но вот здесь это особенно поразительно по силе, еще есть, может быть, я не помню, Руо, да, это целая книга, его друг Андрей Сюарес, шейцарский поэт и искусствовед предложил ему, чтобы они вместе написали книгу «Ла пассион», «Страсти», «Страсти Христовы». И есть их переписка, как продвигается работа между поэтом и художником. Получается вот эта книга, которая довольно суровая книга, потому что это минимальные вариации на тему вот этого лика Христа. Как будто все эти изображения Руо, можно их назвать «Эччи ому». И между прочим, мы с отцом Георгием говорили обо художнике Звереве. я думаю, что Зверев был неверующим человеком, но у него тема христианская очень сильная, не только кресты он изображает, церкви, ну, допустим, это может быть только декорация, но я бы сказал, что все его автопортреты, они тоже какие-то поиски на как изображать лик человека и страдающего человека, который хочет быть Богом, хочет встречаться с Богом. Мы закручиваем влияние Руо в некоторых вещах Зверев, которые находятся в частных коллекциях в Москве, потрясающе, очень близко, хотя зубной щеткой савал, как известно, у Зверева. близкие Руо, особенно там проезд нескольких полотен Руо замечательных, очень напоминающие полотен Руо. Спасибо. Он знал Руо по репродукции, естественно, наверное, да, да. Христос Руо, как мне кажется, он прежде всего обнажен, унижен, съеданный неким художественным кенозисом. Руо старается избавиться от всего лишнего, от всего барочного, что было в изображении Христа, чтобы дойти до чего-то не до скелета, как этот бедный художник испанский, которому мы не имеем права отказать в искренности, но который идет по неверному пути, это совершенно ясно. Вот автор, вот опять это путь в эмоции. конечно Оуо связан с этим возрождением католическим, который настолько прозитно богат в конце 19-го, в начале 20-го века, он общается с одной стороны с такими людьми, как Блуа, с другой стороны, как Жак Моритен, то есть с католиками отказавшимися от любого компромисса с современным миром, миром денег, миром науки, это Блуа, и с католиками, которые искали не компромисс, но так сказать рациональный мир, рациональный связь с миром науки. Суэрес был связан также с Клюделем и Спеги, и опять очень различными католиками, Клюдель французский дипломат, он принимает абсолютно весь космос в своих объятах, и включая нехристианские веры, поверия, легенды, американские легенды, и все христианство со своими грехами. Космос Клюдель содержит грех ипсо факту, я бы сказал, и вот завоевание Америки в его замечательной пьесе «Атласный башмачок» «Ле суле де сатан» это завоевание всего человека с его грехом и обожествление этого человека греховного. Я позволю сказать, так сказать, маленький о себе я страшно любил Клюдель когда он умер, я поехал из своего города Клемон-Ферон в Париже, спрятался за седьмым столпом, где как будто он нашел веру, была огромная толпа, и я был очень взволнован. Потом я видел все инсценировки Баро, которые события навсегда, в особенности Портаж до Меди, я не знаю, как по-русски, Портаж до Меди, Полуденный отъезд, Полуденный отъезд, но это примет того, как трудно переводить, потому что Портаж это Полуденный отъезд. Раздел. А, конечно, да. И вот я напомню, вот в этом башмачке иезуит привязан к главной мачте корабля, и он предвещает нам в прологе дальнейшее развитие драмы. И что главное он нам скажет? Вот у героя, герой найдет себя через любовь, через эрос, и через потерю возлюбленной женщины. И этот иезуит говорит, что веротической любви дан Богом эквивалент самого себя, ибо отсутствие и муки, которые связаны с недобываемой женщиной, они приравнивают, может быть, к Богу через отсутствие, через ощущение отсутствия. Вот Господи, не так легко человеку бежать от вас, если он идет к вам не прямо, не по ясному пути. Пусть он пойдет темным путем, темнотой, если не прямо, пусть не прямо, но пойдет, если не просто, пусть не просто, пойдет замысловатым, смешанным путем. Чистый Достоевский я бы не сказал, потому что у Достоевских все-таки есть чувство альтернативы, Содом и Гоморра, а тут это не альтернатива, это одно поглошает другое, вот это твои муки эротические, они тебя приведут к Богу, хочешь или не хочешь, сознаешь или не сознаешь. Вискодель в этом. То есть и хитрость, и грех, и потеря, и муки позволяют ему ахристианизировать всю грешную, сложную, болезненную историю Европы и завоевания Америки. Конечно, некоторые католики не могли выносить даже Клоделя и такой подход к вере. Пеги со своей стороны был социалистом, Клодель никогда не был социалистом, он был обличителем грешной Европы. Он в этой славной когорте католических обличителей от Блуа до Пеги. И тут мы близимся к русской поэзии. Аверинцев, Сведакова, все пытались переводить Пеги, Аверинцев переводила Катрены очень удачно. Эти длинные поэмы, как, например, Ева, с одуряющими повторами, как бы составляют великую эктинию, как бы создают сплав между простонародной христианской традицией и идеалом какого-то грандиозного социального фурьеризма. можно сказать, что в начале XX века, и благодаря тому мы получили много нового в христианском искусстве, идет какая-то контрреформация, но поэтическая, но художественная контрреформация, ибо рухнула классическая стена между поэзией и верой, как написал Аббат Бремон. Я кончу словами Аббата Бремон. Он был академиком, он написал замечательную книгу «Религия и поэзия». Для него это одно и то же. я не знаю, как реагировали на его выступления, его коллеги академики в Академии Французе. Большинство из них были неверующими, но он из тех, как и Монтештан, вот творческий акт и есть верующий акт. Пеги и Симон Вейл между прочим говорили, что самое лучшее текст по-французски это трагедия колней Полиокт, который так не любили в наших учебниках, когда я учился в гимназии, что упомянули, но упомянули это как нечто отвратительное. Люсид да, но Полиокт нет. И также у Россина Береница да, Федора да, но религиозной трагедии Россина нет. То время больших агрессий против христианства, я упомяну не агрессии Фейербаха и атеистов, потому что в конце концов это самые безобидные агрессии. агрессии, например, Фрейда. И возьмем знаменитое предисловие Фрейда к братьям Карамазовым, когда он хочет нам доказать и доказать главным образом своему предмету изучения, то есть Достоевскому, что в конце концов герои Достоевского напоминают варваров, нападающих и разоряющих, а которые потом идут на исповедь. И вот это высказывание Фрейда в предисловии есть довольно страшная агрессия против Достоевского. Ну, так же, как и в Тотем и Табу агрессия против Евхаристии. Это не особенное святотатство, но это просто ну, это тотемический банкет. И он развивает эту идею. Не забудем, что главный пациент Фрейда, которого он сам назвал человеком с волком, был русским. И что по поводу этого пациента, который многое во время своего анализа говорил о книге Мережковского Петра Антихриста, и это приводит Фрейда к размышлениям о том, что вот убийство сына отцом и ненависть сына к отцу это некая архитема русской истории и русской литературы и Достоевского. я думаю, что пора мне закончить мои мысли врасплох о том, что такое русское религиозное и в данном случае христианское искусство, возвращая к острову, главный вопрос для меня, проблематика это имеем ли мы еще христианское искусство, как все объемлющие искусство, от которого не уйдешь, как это понимает Пастернак в докторе Живаго, все идет к Христу или мы имеем дело к острову, не все идет к острову, остров отцеплен от материка, материк живет как ему может, как хочется, и вот эти два вида понимания христианского искусства, они к сожалению, я думаю, что мы идем в сторону острова. Спасибо. Спасибо. Георгий Иванович за замечательный доклад. то есть, вот эти мысли, которые, конечно, навевают новые мысли, это здорово. Очень хочется немножко подискутировать, немножко обсудить бы это, потому что, конечно, конечно, очень интересно вот это движение религиозного искусства, в каком-то смысле его предугадал Бердяев, он говорил, что христианского искусства в точном смысле слова быть не может, никогда не было, и оно должно дрейфовать к актуализации, к изменению самой жизни, к изменению, и к оследовательной к отображению этой жизни в целом. Но мне кажется, что вы подходили как раз именно с такого рода позиции к этому пониманию религиозного христианского искусства, потому что всем, кто видел РО, всем очень понятно так сказать вот это вот действительно это не упрощение, это желание докопаться до большей глубины, снять вот эти покровы, барочные, небарочные, такие-сякие, драгоценные ризы как бы снять для того, чтобы увидеть древний лик и в человеке, и в мире. И в этом смысле РО вместе с Джорджем Докерико очень-очень интересно, по-моему, это самое интересное живописце первой половины XX века на Западе. И есть вот такая вот какая-то внутренняя тенденция действительно не к развоплощению, то есть у кого-то есть к развоплощению, но это не то, а вот именно к большему воплощению, к еще большему воплощению того, что раньше не видели, так же, как много дала готика, но потом нужно было еще показать и пейзаж, и портрет, и натюрморт в конце концов, и много чего еще. И даже наши впечатления, наш импрессионизм внутренний. И это оказалось востребованным. Вот нужно импрессионистское искусство, скажем, христианину или не нужно? Я когда смотрю где бы ни было импрессионистов, я часто себе задаю такой вопрос. Себе я отвечаю просто нужно. Я же смотрю, я же хожу. Вот. Если я в какой-то хоть степени христианин, значит нужно. То же самое было у меня на последней выставке Зверева. Вот в Новом Манеже была интересная очень выставка, может быть, вы были. Великолепная была выставка. Зверь в огне называлась. И тут в последнее время очень много было таких удивительных выставок концептуально сделанных прекрасно в Зверевских работах огромное количество. И когда я уже выходил из последнего зала, вдруг к нам подходит одна женщина, а я был, естественно, в подряснике с крестом. А зачем вам это нужно? Как вы здесь? Что вы здесь делаете? Остров. Да. И я очень пожалел эту женщину, что у нее такое представление о христианстве, что вот это, оказывается, христианину не нужно. А мне кажется, это больше нужно, чем наши современные стилизованные иконы в наших стилизованных храмах, с нашей стилизованной духовностью, религиозностью, не знаю, чем и чем. Вот. Наша церковная жизнь стилизованной иерархичностью и прочее, прочее, прочее. И мне было ее очень жаль. я понял, впечатление на внешнего человека производит современного в производстве церковь. И поэтому такой человек, он никогда не может войти в церковь до конца. Ему всегда кажется, что он что-то важное оставляет за дверью. Он должен от чего-то отказаться как бы по внешнему требованию. В то время, как сердце, наоборот, требует этого. Есть один священник, очень известный, сейчас он епископ в нашей церкви, очень известный, не буду назвать его имени. Я его знал с молодости, совсем еще до того, как он стал священником. И он, став христианином, сжег свою библиотеку. Все. Там было художественное что в советское время могло быть? Только художественная литература. Вот он был уверен, что это христианину не нужно. Слава Богу, у него была разумная жена, еврейка, христианка, православная, замечательная, до сих пор я помню, которая его так немножко приводила в чувство. и от этого крайнего экстремизма и фундаментализма как-то пыталась отвести, потому что это все приводило к какому-то жуткому унынию. Вот когда человек режет по-живому, это, по-моему, страшное уныние, это возможность проникнуть вот этому мраку, этому ужасу в человеческое сердце. так христианство прямо наоборот как мне кажется должно действовать на человека, как раз закрыть последние возможности этому мраку поступать в нас и свободы, и легко, и хорошо чувствовать в нас. И вот когда вы сейчас это показываете, ну конечно, можно комментировать, настолько интересный подбор у вас был еще этих картин, потому что здесь все здесь такие интересные вещи, как интересно на большом экране смотреть графику рисунки Рембрандта, допустим, он действительно искал всю жизнь Христа. Я тут же, конечно, вспомнил Флоренского, своего иконостаса, мне было очень жаль, что этот человек, которым, ну, по крайней мере, всем признакам гениальности, это может быть спорно, но все-таки это кажется так, тем не менее, вот он написал, что вот эти светящиеся гнилушки нам не нужны. Он ничего другого не увидел в Рембрандте, кроме светящихся гнилушек. Вот откуда это берется у людей столь талантливых и уж никак ни мракобесов, ни то, что не вешат каких-то блестяще образованных людей. А ведь это развивается, это представление христианства сейчас питает вот эти все антихристианские, антицерковные настроения. Не просто грехи деятелей церкви, но это всегда было, это всегда будет. В конце концов в общине Христа был Иуда. Это задано, так сказать, самой историей, самым сюжетом истории, своим феноменом. Но что с того? Что с того? Сказано, взирайте на Христа и все, вот на остальное не смотрите. И мне кажется, что это вот здесь мы, конечно, ответственны перед миром. Вот мы сможем вот так вот, как Ремберт или как Ро говорить на языке, который понятен всем, который обращен ко всем. Эти вещи можно показывать китайцу, африканцу, я не знаю кому, любому человеку. Что это, китайцы, нет? Нет. Ну, сразу, конечно, не сразу, непонятно будет, может быть, я согласен, но мне кажется, что если человек даже не сможет произнести ничего, ему захочется смотреть эти вещи, хотя бы захочется познать, понять, может быть, сразу не получится, но это нормально. Вот. Вот это вот, те мысли, которые у меня возникли, пока я слушал, смотрел. Сейчас я еще раз хочу вас поблагодарить, и если каких-то особых желающих сказать что-то, спросить, сейчас нет, ну, тогда, значит, будем. Спасибо. Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало, все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руку легло, только этого мало, понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало, нет, жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и вправду везло, только этого мало, листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, но я думаю, что мы можем начать учебный год с правильного тона. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо. Помолимся. Спасибо.